Вот сегодня мы буквально узнали на третьей сутки, что он будет жить, что Аладдерса идет на поправку. Родители пострадавшего ребенка третьей сутки живут в больнице в ожидании чуда. И только сегодня утром их сын начал приходить в себя. Ребенок приступил в тяжелом состоянии, с тяжелой черепно-мозговой травмой, уровень сознания был на уровне кома, был перелом основания черепа, была субдуральная гематома со смещением срединых структур. К ребенку никого не пускают, он в реанимации. Но сегодня впервые за трое суток врачи сообщили родителям хорошую новость. Ребенок открыл глаза, но пока одна сторона его остается парализованной. На сегодняшний день вопрос жизни уже не стоит, то есть мы надеемся, что он будет жить. Все произошло в понедельник. Зариповы всей семьей отправились в спортивный магазин за покупками. В какой-то момент раздался огрушительный грохот. На ребенка упал тяжелейший выставочный стенд. Повалились стенды, повалились вот эти спортивные груши, которые по 50 килограмм весят, боксерские. И потом я вижу, ребенок, как мне объяснили потом врачи, в состоянии шока. Он как-то смог выйти, он шел в нашу сторону, с окровавленной головой у него торчал штырь. Штырь был чуть повыше глаза в голове. Стенд с тяжелыми боксерскими грушами, который покалечил ребенка и по сей день стоит в магазине. По словам главного продавца Рустама, во время случившегося он находился у кассы и прибежал уже на шум. Я видел следующую картину. Я видел вот эту стойку. Она была на полу, упала она. Вместе с этим она вот снесла вот эту компьютерную стойку. Как рассказали нам сегодня в магазине, ребенок баловался около стенда с боксерскими грушами. Руководство знает о случившемся, однако, по словам родителей, предоставить видеозапись падения они отказались, сославшись на неисправность камеры. По словам сотрудников магазина, стойка с боксерскими грушами заводского производства, и поэтому на ней не предусмотрены никакие крепления. Сегодня она стоит чуть дальше в стене, и потому вот этот выступ мешает ей упасть. Однако в тот злополучный день стойка стояла чуть ближе, и поэтому ничто не могло помешать ее падению.